Итак, еще раз всем привет. Меня зовут Андрей Перепелица. Я сегодня своим пастором Яном Кислицем в нашей программе «Обратная связь». Добрый вечер. Значит, сегодня у нас будет следующий вопрос. А как глубже понимать Библию? Ну, я его хочу сформулировать следующим способом. Я раньше очень была популярна и, может быть, до сих пор популярна, рекламировать определенные программы, чтобы прочитать всю Библию за год. Вот некоторые... Очень большая программа была, раз Ветхий Завет прочитать, два раза успеет Новый Завет прочитать, некоторые разные места. Но это один из вариантов. Когда я вышел на YouTube, один из советов был, когда я написал, как лучше понимать Библию, все говорят на английском языке одну и ту же вещь. Slow down. Не спешите. Потому что когда вы будете медленнее читать и перечитывать, вы намного глубже поймете текст. Но у меня вопрос следующий. Если, например, у человека есть утром 30-40 минут, и он хочет углубиться и больше понять, что ему надо делать, потому что проповедник, у него есть 20-30-40 часов для того, чтобы глубоко понять два стиха. У простого человека этого нет. Я лично начал использовать такую комментарию. И все, что я делаю, это прочитаю стих и вот эту комментарию. И уже намного лучше. Но что бы ты мог посоветовать и мне, и другим слушателям, чтобы лучше понимать текст? Да, очень важный вопрос. Очень важный вопрос об изучении Библии. Потому что, как мы себе представляем, что Библия имеет источники жизни. И мы ее читаем. Каждый верующий у него спросить, ну, читаете ли Библию, или достаточно ли вы ее читаете. Ну, наверное, будет какое-то такое агилд, или бы там осуждение самого себя. Ну, вот, мол, недостаточно я читаю. Но я рад, что ты задал этот вопрос, потому что гораздо важнее читать качественно Библию, чем количественно. То есть можно прочитать ее за год три раза. Но, как бы, для чего? Вот. И первое, что я хотел бы дать совет, вам нужно определиться, для какой цели вы читаете Писание. Да? Если в этом ясности нет, то вы никогда не добьетесь цели. Никакой. То есть, если вы идете никуда, то вы туда и придете. Правильно? То есть, если вы читаете... Для какой цели вы читаете? То есть, если читаете Библию для того, чтобы просто ее знать, ну, хорошо, вы будете ее знать. Правильно? А, ну, можно быть неверующим человеком и знать Библию. Правильно? Если цель ваша понять смысл Писания и подчиниться её, то вы будете искать комментарии и так далее, чтобы проповедников слушать и спрашивать вопросы, аргументировать, сам собой спорить, задавать самому себе вопросы, отвечать на них. Это всё необходимые вещи. Потому что невозможно знать Библию без её толкования. Кстати, каждый человек является толкователем. То есть вот это комментарии Воллиам Макдоналд. И здесь много комментариев. Но и вы сам себе комментарий. То есть вы комментируете. Вы когда слушаете проповедника, вы тоже комментируете себе. И вы говорите, я здесь согласен. Ну так не громко, а так самому себя. А я здесь согласен. Вы его осуждаете, вы его поддерживаете. И говорите, да, вот здесь я правильно понял, здесь он неправильно сказал и так далее. То есть каждый человек богослов. Поэтому изучать Писание необходимо для того, чтобы её понимать. Да? Но первое, что нужно определиться, для какой цели вы изучаете Писание. Здесь необходимо спросить немножко другой вопрос. Для какой цели Писание было написано? То есть, если мы можем там себе придумать цели, но Бог для какой цели написал его, правильно, эту книгу. Потому что в этой книге есть очень много истории. Но это не книга историческая по истории учебник. Очень много географии, но это не географические. Хотя тогда всё правда. Очень много там о характерах людей. Но это не просто как-то психоанализ человека. Правильно? Вот. Очень много хороших вещей. И часто люди читают Библию, потому что они хотят научиться, как жить здесь, на земле. Да? Вот так. Читают, как притчи. Вот. Извлекают ту или иную истину, и всё, я вот буду жить. Вот. Но основная цель Библии, для чего Бог написал, для того, чтобы открыть себя. И Он открывает себя в Сыне. Поэтому цель Писания привести нас к Сыну Божию, для того, чтобы мы увидели всю Его красоту и всю Его любовь к нам. Вот. То есть, когда мы открываем Писание, мы ищем, можно сказать, лица Божьего. Мы ли ищем Его характер? Его какой Он? Мы ищем соприкосновением вот со святым, с милосердным, с любимым нашим. Потому что Он открылся нам в Сыне, Духом Святым. И Дух Святой написал это. И теперь вот возрожденный истинно-человек, искренне, он ищет Бога, а не просто вещей разных. Не том, как Ему построить жизнь, как воспитать детей. Это всё важные вещи. Он ищет самого Бога через Евангелие, через Христа. То есть, цель Писания – привести нас к Сыну Божьему, через Которого мы познаём Его любовь к нам. И всё Писание надо читать по отношению ко Христу. То есть, каким образом это помогает нам понять Христа? начиная с Ветхого Завета до Откровения. Если вы читаете с какой-то другой позиции, но вы читаете частично, урывочно, контекст общий говорит о Христе. Потому что Иисус сам сказал, когда шёл после воскресения, и с двумя учениками, которые его не узнали. Помнишь, и он говорит в 24 главе Луки, и он говорит, «Вы печальны почему?» Он говорит, «Ну вот пришёл, мы думали, он Мессия, а вот уже третий день, и он умер». И он говорит, начал изъяснять им, начиная от Моисея и пророков, что всё Писание говорит о Христе. Вот. То есть, ищите Христа в Писании. Это не значит, что во всякой букве надо видеть, но каким-то образом это приводит нас ко Христу. Вот. Часто люди читают по другой причине. Они удивляются героям веры нашей. Моисей, Давид, Соломон. И чего мы можем поучиться у них? Но я вам скажу, что мы можем у них поучиться тому, что они верили в Бога. Вот. Потому что Моисей был убийца, Давид был прелюбодей и убийца. А Соломон был, можно сказать, развратную жизнь. Жил и в идолоплоконстве прожил основную свою жизнь. Какие же это герои? Эти люди нам показывают как задняя стенка, да, вот при фотографии. Они нам показывают ясность Христа. То есть, они как backdrop для нас. Когда мы открываем Библию, мы ищем его лица, его характер, видим его любовь к нам. Это первое. Мы должны ответить, зачем? Вот утром мы встаем и зачем мы будем тратить эти 30 минут? Просто, чтобы выучить стишки, либо чтобы увидеть Бога. Первое. Вы должны определиться. И это должно быть реально. Это каждый раз, когда мы открываем Писание, если по другой причине, можно закрыть ее. Второй момент, как практически читать Библию. Да, и здесь я хотел бы сказать, что Библию надо читать как любую другую книгу. Вот она сверхъестественная книга, написанная Богом, но мы все книги читаем в контексте. Мы не начинаем ее сзади, и потом вдруг открываем где-то ее в середине, прочитали пару стишков, потом еще где-то в другой части, и потом пытаемся строить нашу жизнь. Это будет каша. Представьте, вы читаете какой-то новости таким образом, но вы же ничего не поймете. вы можете вырвать из контекста, делать какие-то догмы, построить жизнь на них свою, но если вы в контексте ее не читаете, вы не поняли. То есть у вас появилось пять минут, вы открылись где-то, и теперь вы думаете, что каким-то это образом оно повлияет на нас. Но вы никогда не сможете понять смысл без контекста. И это основная проблема нашего христианства сейчас. Мы хотим in and out все. Мы сейчас раз пять минут туда-сюда и быстренько, но для того, чтобы понять правильно, невозможно прочитать два-три стиха без контекста. Читайте медленно, но читайте в контексте. Первое. У вас есть пять минут, хорошо, вы начинаете сначала, не спешите, перечитывайте, смотрите в контекст. Библия это сверхъестественная книга, но написана в простом, доступном языке. второй момент, не ищите мистического смысла. Вот мы даже не подозреваем, как мы ищем мистического смысла. Вот такое есть понятие. Вот если я утром чашкой кофе открыл Библию и что-то прочитал, даже не запомнил там ничего, там просто вот оно каким-то образом я пошел, и оно там на меня благословит, и оно как-то там направит, и у какого-то ангел-хранителя какой-то. Но без понимания и без веры это бестолковое использование Библии. То есть Библия как семя, она должна упасть и дать плод. Библия это не стихи для заклинания каких-то. Это текст, который нам говорит о любви Божьей, и он подразумевает, что мы поймем его, нет мистики здесь никакой. Представьте себе Авраама, которому Бог сказал, вот встань, возьми все, что здесь есть, оставь и иди в Ханан. И вдруг Авраам бы сел бы и сказал бы, нет, ну это как-то буквально сильное значение, что-то там не то, надо чего-то искать большего. И вот он сидел бы там и не пошел бы, и сидел чувствуя этого, ждал бы. Оно бы никогда не пришло, но когда он встал и пошел, Бог благословил его, правильно? Вот. Поэтому читать надо в контексте, читать надо без мистического, искать буквального значения и читать с подчинением. Потому что если вы прочли, поняли, но не послушались, это тоже бесполезно. Правильно? Потому что, кстати, неверующий человек может понять Библию очень четко. Она написана простым языком для рыбаков и крестьян и рабочих. Вот. Неверующий человек может прочитать Библию, там все четко, ясно написано и дойти до смысла. Но разница между верующим и неверующим это то, что неверующий никогда не захочет, когда понял смысл, подчиниться ему. Не захочет и не сможет. А верующий для этого и читает, чтобы подчинить свою жизнь его любви. Ну и последнее, как нам интерпретировать сложные вопросы. Если вы не имеете навыка читать простые тексты и вырываетесь из контекста, то не идите в сложные. И более того, не строите свои догмы на сложных вопросах. Попытайтесь понять обширный текст писания, 100-200 текстов, для того, чтобы пойти к сложным вопросам, и тогда они более откроются. Вот, в принципе, для чего мы читаем, чтобы познать Христа и его характер. Мы читаем сверхъестественную книгу от Бога, но довольно простую. Читаем ее в контексте и читаем для того, чтобы подчиниться. Вот, если для этого читаем таким простым методом, то не останетесь без прибытка. Ян, большое спасибо за этот ответ, как читать Библию, за эти пункты. И, друзья, я надеюсь, вам это видео тоже будет благословеннее. Всем большое спасибо. Спасибо. До следующего раза. Продолжение следует...